Национальные танцы и угощения, развлекательные площадки, на любой вкус сувениры и, конечно, каюры и собаки. Всё это – берингия, да не простая, а юбилейная. В текущем году собачьи упряжки отправились в протяжённый путь в 30-й раз. По случаю старта гонки в Эссе состоялся большой праздник. Мероприятие объединило сотни людей, но всё внимание было приковано к главным действующим лицам – участникам. Среди них – каюра Туськамчатского района Дмитрий Чанга. Для молодого человека берингия – первое в жизни. К ответственным соревнованиям он готовился в Эссе. Первые тренировки сначала шли по 15 километров, потому что после перевозки у них стресс. Потом по 20-25. После недельной подготовки я уже по 60-70 километров. Но так давно, около недели назад, я прошёл уже 120 километров. Проявить себя и заодно проверить готовность четвероногих спортсменов к главному заезду удалось в рамках гонки на кубок берингийского единства. Но случилось непредвиденное, поэтому к финишу Дмитрий пришёл одним из последних. Зато небольшое происшествие показало, что берингия – это история не только про соревнования, но и взаимовыручку. В рамках праздника состоялся парад каюров, где чествовали и вспоминали всех победителей. А также почтили память Маргариты Большуаковой, неоднократной участнице гонки. Продолжился праздник песнями и плясками. А главным сюрпризом стало выступление популярной российской группы «Город 312». Мы танцуем, мы веселимся, мы не стоим на месте, мы двигаемся, мы поддерживаем всех. И этот ансамбль и то, что наши выступали, мы за них. Мы с ними танцуем национальные танцы. Я ровесница Берингии. Также в 90-е годы приходим каждый раз на Берингию. Это самый любимый праздник. Сюда очень рады всем каюрам, собачкам. Естественно, сюда радуют национальные коллективы и очень часто к нам приезжают народные артисты. И атмосфера праздника тоже сюда очень чудесная. Праздник в честь старта Берингии таковым является, пожалуй, только для зрителей. Для каюров и их питомцев это последнее приготовление и вся сопутствующая суета и, конечно, нервы. Вдвойне волнительно тем, кто идёт в гонку впервые. Перед стартом я постоянно переживаю, так как эти гонки при публике я как-то сильно нервничаю. Так, надеюсь, на лучше. А завтрашний гонг-то дистанция не маленькая. Не страшно? Ну, страшно. Первый этап. Дальше уже, как говорится, привыкну. Ранним утром 28 февраля 13 каюров Берингии и их четвероногие спортсмены отправились в путь. Преодолеть предстоит 950 километров. Финишируют участники воссорья, ориентировочно через две недели. Юлия Молчанова, Александр Королёв, ЭСО, Информационный медиа-центр.